Лад, итак, продолжим. Неанция, потому что меня вот, например, порадовалось, когда пришельцы уже в активную фазу входят все-все борьба с ними. По городу реально начинают такие щупальцы металлические все пронзать. Ага, конечно, посмотрел ранее альфа-версии ролики, что-то гонит, как азонизация занимается. Начинаем постепенно. Он же в блоге сейчас написал, что только он достал версию и будет проходить. А в марафоне вот там тут два уровня, вот только видел на видео, и то не он играл. Все больше нерв превращаться в некое подобие City 17 из Half-Life. Вообще, на самом деле, ассоциация очень близкая. То есть, такое ощущение, что вот Crysis 2 это такой Half-Life в эпизоде. Что-то совсем у меня не было никакой ассоциации, потому что ты придурок. Ой. Скорее, с любой другой игрой, где там что-то рушится, там больше ассоциаций, даже больше салона The Dark ассоциаций. Ты же придурок не играл в The Dark, наверное, последнюю. Там вот именно такое, все рушится, не пойми чего, и все поднимается. Ой. Ну или хотя бы прототайп. Ой. Или хотя бы Spider-Man, Web Shadows, где там все уже горит, пылает. Ой. Подлец. Ну без... Негодяй. Совсем уж в пустынности. Тупица. Который там был на World of Life, я имею в виду, что там совсем постапокалипсис. Ну да, здесь все-таки постапокалипсис в процессе, он the root, так что называется. Чего? Происходище не на твоих глазах. А, пьян, если несут полухрень, вообще не понимаю, чего они несут. Второй что-то там вставлять пытаются. На глазах, да, но вот ощущение, атмосфера мне лично показались очень-очень близкими. Чего? Я, во-во-во-во-во-во, ты его ж не можешь не играл. Что интересно, еще вот эта вся цветущая, этот New York, очень красивая эта картинка, она постепенно будет, да, рушитый, но при этом, как бы... Пиздец, вообще техно-денку смотрят, еще что-то там несется. Это не только бетонная джунга, здесь и растения все-таки есть, то есть... Не-не-не-не-не-не, конечно, их есть, добавили два дерева на уровень, чтобы хоть чего-то-то там... Хоть бы... Потому что кризис без одного дерева хотя бы нельзя. но и они убрали все все леса ну два дерева так вот пихнули для галочки что мол типа еще осталось тут в порох еще в пороховницах типа на дерево одно но давай еще как вантамасина бомжатина по обсуждали обсуждали мне гаммы цветовую они уши цветовую гагамма уже это это вообще бездарные люди понятия не имеют дизайне ничего кстати единственный обзорщик кто вообще дизайн обозревает в играх и графическую художественную часть единственный вот дамасина что-то там поле то это боль больной бомж что взять бомж больного бомжа который вообще не понимает что он несет это такую хрень несет он ты потом расскажу то есть он жалуется что у него там на закате там желтая гамма когда заходишь в google набираешь слова заката картинка там именно такая же панорама пристает и это то же самое почему у него тогда комната желтого этого бомжарова он почему не это не жалуется то что он черно стены все опасался 5 но вот этот еще вантамасина это пошло опять надо чего-то чушь еще сказать это неудачи на южно сняли ставить игр которые серые и ты если какой-то да да и пиздец а на танаре стану как гирилл вор первый герой сел зон и поджигая да если слава богу от этого сейчас отошли есть будет storm яркий есть крайзис яркие всем надоел и теперь внимание все дурака сделать как как угодно можно, главное чтобы качественно сделано было. Внимающая атмосфера, она, как говорится, может быть и при таких красках, на самом деле. Главное, говорит, все правильно поставить. Ну и главное, наверное, что даже при всей этой визуальной красоте, все-таки все, во-первых, очень атмосферно, во-вторых, все-таки лоток свежего воздуха. Понимаешь, на самом деле, что... Ну, в принципе, тот же самый геймплей был в первой части, но там слишком... Чего ты несешь, придурок? Совершенно другой геймплей. Идиотина. Были открытые пространства, и это все не сильно работало? А здесь стало это все продумано. Чего? Ой. Это стало, во-первых, логично сделано, во-вторых, это продумано, и каждый из вот этих вот эпизодов, они действительно продуманы, они срежиссированы. Ну-ка, это ты только что допер... Опять это сраное слово срежиссировано. На жердяе нахватался этого словечка срежиссировано. Просто я уже, я сам не буду это слово никогда употреблять больше, чтобы мерзостью к этому не касаться никак. Поставили все как надо, я тебе сделала много кучи способов, как это пройти, и то есть это не просто тебя бросает, вот ты сам как хочешь колупайся, а все-таки тебе сделали какие-то моменты... Мне это больше всего напомнило. Первый Deus Ex. Конечно, ну, за вычетом все ролевое, но там составляющие... Рокачку я подорваю. А больше ничего не напомнил, а? Я его не считаю, просто имею в виду разговоры и так далее. То, что каждую ситуацию можно тремя способами пройти, но вот это чисто фишка первого Deus Ex. И здесь вот что-то такое вот тоже есть и, несомненно, радует. По сути, перед нами концепция первого Крайзиса, но вот будущее несколько загнанное, чуть суженное, она стала интереснее и умнее. И стала работать, да. Потому что в первом Крайзисе, конечно, ничего не работало. Ой, давай, давай, ты не играл в первый Крайзис и дерьмо собачий Ильёш. Ты даже во второй Крайзис с него не научился играть, ни одного врага качества не убил, ни одной локации не прошел, не поджал треугу, ты изглушителем пользоваться не научился, несешь полную хрень, жалуешься на то, что в игре нет, и на то, что есть и не жалуешься. То есть ты опозорился уже, полностью залез в бочку с говном и накрыл себе крышкой сверху, а наши адепты тебе будут гвоздики забивать в эту крышку, чтобы ты больше не вылез отсюда. Еще что-то ты гонишь, что работает, что не работает. Позор, стыд, мерзость, отвращение, запах мерзости прям во рту, на губах, запах свинца, который у тебя хрустит на зубах. Ты никогда не уйдешь больше, пока эту рожу больше не перестанешь видеть никогда, пока Некролокова, собственно, в газете не прочитаешь. Уже человеческому роду уже нет, так сказать, спокойствия. Это очень большой прогресс. Мало придумали, как говорится, геймплейную механику, еще надо ее правильно обставить, чтобы она действительно работала в том направлении, в котором задумывалась. как будто он такой заучил тексты, говорит, и говорит, типа, до бумажки прочитал, заучил, сейчас пытается что-то сказать, еще друг другу что-то объясняют. К сожалению, опять же, все-таки АИ остался от первой. Заткнись, не смей про АИ говорить, подонок, не смей про АИ говорить, подонок, не смей говорить про АИ, как тебе не стыдно, гадик, подлец. Части, хоть понятно, что его там прогрессили и так далее, но все равно он не идеален. Ты идиот и подлец. Ты несешь, вообще не понимаешь, что ты несешь. Ты вообще никак не понял эту игру. АИ тут как раз идеален, в том смысле, что лучше никому еще не удалось сделать его. Ни в стелсе, ни в шутере. Закрой пасть, наконец. Единственное, что бы я хотел еще от Крайзиса, это АИ в духе Хэйна Рича. И тогда был бы шутер века и так далее. В Хэйна Рич нет элементов стелс. Там они узкоукрытия не ищут, даже враги. Там укрытия нету в Хэйна практически. Пару щитов для вида стоят, просто тупо лезут на проломы и прыгают туда-сюда, как тушканчики. Максимум там с гранату возьмут, побегут тебя с гранатой карлики там. Тут враги и люди ведут себя как люди, а инопланетяне ведут себя как живые организмы, которые тоже хотят жить и изучают обстановку. в какой еще шутер есть у них реакция на твои действия, их не стресс врагов. Который меняет их поведение и передвижение. И даже голоса. И без этого эта игра, надеюсь, с половиной, сто процентов. И вообще, это не Вантамас, он набирает, напоминает, который говорит, что не надо проходить игру, чтобы распознать, что говно это говно, а не говно это не говно. Вантамас подлец. Ладно бы он про говно говорил, типа, что это говно, типа, там, спасение этого Лос-Анджелес, там, или не знали про Готику, но он говорит, что на говно, что на хорошие игры. И подлец прикрывается тем, я знаю, много играю, я сразу могу говорить, говно, не говно, но пускай-то он хорошие игры, как Майнкрафт, там, Dead Space, а продвигает он, наоборот, дерьмовые игры. Так как Хабфронт, и Готика, и всякое говно другое. В общем, слушай, он ни хрена в играх не понимает. Это я, я могу определить по пяти минутам еще, что это, сколько игра заслуживает, и стоит ли дальше проходить. И то, и то, я там играю, хотя бы, полуэгры, там, Хабфронт, чтобы понять, что это полное говно. Но стараюсь быть. Раньше я все игры проходил, сейчас у нас ликвидация идет, озонизация, истребление, поэтому у меня нет возможности игры проходить, которые мне ниже, там, 60%, у них оценка 70%. Но все, которые больше 80%, по среднему бою, это критик, я их все прохожу. И геймплей даже выкладываю. А вон Тамасин еще пришел вонять. Ой, ты выкладываешь геймплей, эй, плохой, хочешь всех обмануть, типа, что просмотр на геймплей, думаешь, кому-то нужен. Геймплей напихал, я геймплей всего роликов 100 там. специально выкладываю, чтобы показать, что я единственный обзорщик, который проходит игры и выкладывает прохождение. И нормальные геймплеи, они нажимание кнопок, и залезание по часу на стену, не использование читов там и прочего. Или тупо тыканье толстыми ручонками в кнопки, не умение попасть в голову, и вообще не понимает как играть. Просто высочайшие рекомендации. Всем и вся, и в общем-то не только на PC. Обязательно играть, да. Но я лично буду проходить на PC, я тоже понял. То есть Xbox PC, он хороша версия. Ага, будет проходить на PC, но PC версию он еще не видел. И опять призываю, ты знаешь, что PC версия лучше, когда она абсолютно ничем не лучше. Там даже от настроя графики ничего не меняется. И специально сделали, да даже урезали. Direct 9, 10 выкинули, не стали делать, 11. Все там, даже 3D они воткнули в приставку. Даже 3D. Чтобы ничем при компьютерной версии не была лучше приставочной. Специально. Наоборот, на приставках лучше быть оптимизировано по 30 кадров стандартно. Со сглаживанием. То есть со смазыванием кадров. Я уже еще раз говорю, не нужно больше 30 кадров, если есть сглаживание кадров. Потому что игрока вообще как фильм начинает выглядеть с этим эффектом. Смазываются кадры. И никак не видно. Но настолько классно вылезали игру для PC, что лично я буду обязательно проходить. Чего вылезали? Чего несешь, придурок? У тебя же нету игры, ты не играл в нее, ты играл только в бету 5 минут. И говоришь, вылезали. Ты же в начале обзора этого маяфона говорил, что я не можешь ее активировать, эту игру. Какого хрена ты рассуждаешь, а то что вылезали, не вылезали? То, что она работает быстрое и стабильнее к Разисе 1, это заслуга еще раз повторю консолей. Что вы опционизировали там все, малейшие всякие все. То, что если делать на PC, то всем похрен было. И никого бы не волновало. Они бы выпустили игру на полгода раньше. И не волновало, что тебе надо 6 гигабитов противного памяти. И в два раза мощнее компьютер. Представь, как такой не прокатит. Ага, заметно. Сейчас мы будем следующий мультиплеер смотреть. Там они уже что-то не говорят, когда они показывают геймплей PC. Чем именно PC игрывают? Лучше просто показывают два скрина. Но не говорят никакого слова, чем графика на компьютере лучше и вообще что она лучше. Быстро заткнулись, говна поели и отвалили. Ну и вам покажем третьей части, в которую мы вернемся через... Ты можешь говорить нормально, что один, что второй. Несколько дней. Еще у нас разговор про мультиплеер и вам нужно мост с разработчиками. Оставайтесь на ВВВ-игра Манер. Пока. Ладно. Ждем следующую часть. Бибаран, братья, считайте Бибаран, верьте в добро. Вы должны зло и бездарность видеть в корне. Бибаран вас этому обучит. Читайте Бибаран и Абдулов будет вести вас по жизни повсюду. Он покарает зло вашими руками. Бибаран, братья. Бибаран. Продолжение следует...